По Европам сегодня вместе с Яной Рудиш. Яна, доброе утро. Здрасте. Совсем недавно она вернулась из такого мини-тура по Европе. Это была Финляндия, Польша, Чехия, пересадка в Риге, профуканные билеты в Амстердам. В общем, было много, и она сейчас расскажет подробности. Сколько, в общем, по времени заняло путешествия? Да, заняло путешествие у нас 20 дней. Ездили мы недавно, 10 дней назад только приехали. Ну вот, можно сказать, 3 недели практически провели. Как много из этого... Тепло там нет? Нормально? Очень было тепло. Несколько же стран, где-то, наверное, было холодно. Ну вот в Финляндии, да, она граничит с Россией. В Санкт-Петербурге было плюс 5. Там почувствовали, да? Да, было очень мерзко. Бешком перешли через меня? Что Родина близко почувствовали, да? Вот. Когда перелетели из Финляндию в Польшу и Чехию, очень было тепло, жарко. Мы ходили в футболках и кофтах, и на нас люди странно смотрели, потому что мы сначала прилетели в пальто, вот, и думали, господи, мы откуда? С какой Сибири вы приехали? Ну, это что, потом главное раздеться вовремя. Сколько времени заняло всего из 20 дней на дорогу ушло? Много убивается на перелеты, на переезды? На самом деле, с 20 дней ровно половину мы были в дороге. У нас так получилось, что мы, как Орел и Решка, 100 долларов в кармане, мы просто бегали по странам, можно так сказать. Но нам это очень понравилось даже. Конечно. Поверушки бегали по странам. Вот так. Ну что, давайте пройдемся по достопримечательностям. Сначала вы были в Финляндии, правильно? Из Питера в Финляндии. Да, мы были в Финляндии, когда было холодно, мы, можно сказать, стартанули на остров Сверборг. Очень красивый остров, правда, было холодновато. Его еще в Финляндии называют концом света, потому что там такая крепость финская, вот, очень красиво. То есть я прям, если еще раз туда поеду, я планирую еще раз туда, ну, поехать, вот, там очень красиво. То есть для туристов там прям пофотографироваться было бы прекрасно. А вы сами разрабатывали маршрут или это какие-то экскурсии? Да, ну, как, можно так сказать, мы в дикую поехали. То есть мы купили первые попавшиеся билеты, то есть мы жили у друзей, и все было так. Хорошо еще надо сказать, Яна поделилась за эфиром, что были друзья, у которых можно было остановиться. Это конечно. А у которого сэкономило бюджет общей поездки. Это круто. Так, кроме крепости в Финляндии, что еще впечатлило? Да, рыночная площадь, она находится прямо на побережье, можно так сказать. Там очень много, ну, торговая площадь, можно так сказать. Базар. Базар, да, базар. Для русских это понравится всем, вот. Очень тоже красиво все, ну, никак... Как базар может быть красивым? Ну, все равно, это как-то по-европейски, что ли, ну, не как в России, можно так сказать. Ну, очень красиво, очень много народу, тебе все помогают, там, с выбором, конечно же. Это продовольственный рынок, или это все, и вещи, и продукты? Там есть все, 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 что ли. Что-то себе приобрели там в Финско? В Финско магнитики. Ну, понятно. Вот, так что, ну, мы сильно не растрачивались на одежду, на какие-то там товары, то есть, ну, мы так быстренько. Потому что, потому что я слушаю от родителей, она не будет расслабить, что на самом деле финского она там купила. Ладно, я шучу. Так, базар еще. Базар, так, есть. Собор Святого Николая, также планирую еще раз туда сходить. Белое красивое здание, то есть у нас тоже такого, как бы, в Новосибирске однозначно нет. Вот, тоже пофотографироваться. Много туристов там? Когда мы ездили, вот, именно в Финляндии, это не туристический сезон. Не сезон. Да, в мае. И если ехать туда, то только в мае, в апреле и осенью, наверное. Чтобы не толкаться, да? Да, да, да. Вот. Но, честно сказать, 50% Финляндии говорят уже на русском. То есть, ну, она граничит с Россией, как бы, это... До своих, считай, там, доброжелательно относится. Да, очень, очень хорошо к русским относятся. То есть, там, даже некоторые, когда просишь что-то, пытаешься на английском сказать, они такие, а, в русский? Ну, давайте на русском. Очень здорово, это облегчает. Ну, зачем вы мучаетесь? Облегчает жизнь. После рекламы вернемся и поговорим про остальные достопримечательности, остальные страны. Мы только что вместе с Яной Рудиш побывали в Финляндии, в Хельсинки и даже на острове рядом. Побывали и в соборство Николая, и на базаре. Но ничего не купили, потому что там дорого. Да, Яна, расскажи по поводу финансов. На самом деле, я была вот в Финляндии, в Польше и в Чехии, и самая дорогая страна – это Финляндия. И, честно говоря, не советую ехать туда супербедным туристам, потому что вы оставите там все, что у вас было. Именно поэтому мы оставались в Хельсинках всего лишь два дня. Ну, тогда поехали дальше. Когда я спросила, что вы ели, так, с причами пожаловала, мне кажется, она голодала. Ну, просто воду пили. Да, святым духом путешествия питались. Ладно, дальше, наверное, была Польша. Да, была Польша, все с пересадками. Мы, конечно же, добрались, наконец-то, до Варшавы, пропустив, конечно, наш билет в Амстердам. Тоже на самолете? Да, все на самолете было. Вот, приехав в Варшаву, нас очень обрадовала погода. Я вот, как уже говорила, мы были в пальто, приехали в трех кофтах, в шарфах, в шапках. На нас люди смотрели очень странно. Надо было по-фински что-нибудь говорить, чтобы они не подумали, что по-фински. Было очень жарко, и нас очень порадовала эта погода. Нас порадовали очень люди, но, как нам сказали в Варшаве, очень плохо относятся к русским. Ощутили это на себе? Честно говоря, нет, но если бы мы чуть дольше там остались... Вас бы уже выгнали. Нас бы уже выгнали, да. Я там была семь дней, и мне очень понравилось. Также я планирую туда еще раз... Там тоже жили у друзей? Да, жили у друзей, и тусовались. Что входит в понятие традиционных варшавских тусовок? Они похожи на русские? На самом деле совершенно нет. То есть там люди днем, ну, как сказать, ходят по достопримечательностям, вечером, это у них прям выходят все подростки, все, ну, моего возраста, всех выходят потусить. Прям на улице просто так? Да, они могут... С бомбоксом так, как в 80-е. Нет, но там есть, конечно, отведенные места для этого, вот. Но это все происходит на берегу реки, вот, и там прям... Многолюдно. Очень-очень круто. Яна, ну а в Польше получилось попробовать местную кухню? Пыталась. Я пыталась. Вот мне интересно просто мнение, суп не удалось попробовать, нет? Да, мне какой-то суп на самом деле навязывали, но посмотрю, в том, что такое мерзкое плавало, да? Я не любитель пробовать что-то новое. Я просто был в Польше, тоже был в Варшаве, и я всем говорю, не ешьте их супы. Все. Вот, правильно сделала. Да, правильно сделали, что он совершенно не похож ни на один русский суп, который мы когда-либо пробовали в своей жизни. Вообще, я три вида испробовал. С виду очень красиво, наваристо, но невкусно. Скажи что-нибудь по-польски. Ты отговорила каким словом? Кстати, они по-польски тоже понимают. Они же там... Ну, то есть, здравствуйте, это добрый день у них прям с каким-то акцентом. Я говорю, это же вроде украинский. Они говорят, нет, нет, что вы. Даже слово да у них это говорится так, 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 они поставят так, 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 так. Я думаю, что происходит? Кроме той прекрасной набережной, на которой тусуются люди твоего возраста, что еще понравилось в Польше и достопримечательностей? В Варшаве есть такое место, его уже местные называют Старым Городом. Вот. Оно называется, как еще, Дворцовая площадь. У туристов это самое популярное место и очень красивое. То есть, ну, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Даже вот... Похоже, конечно, на Прагу, но совершенно не то. Там есть Сталинская вышка, которую он, можно сказать, подарил Варшаве. Вот тоже одна из самых популярных достопримечательностей у туристов. Все приходят туда именно только пофотографироваться. То есть, внутрь, конечно же, не пускают. Там сидит там... Мне кажется, можно было заработать для экскурсии. Да. Почему это там что-то секретное находится? Ну, на самом деле, я не узнавала. Так, так, так. Так, еще. Также я была в Королевском замке, но я не советую туда идти... Королев Варшава? Королев Варшава? Там есть королевка. Вот. Королевский замок. Я бы не советовала туда идти только из-за того, что именно в мае это наплыв туристов очень дикий. И там именно вот звучит красиво Королевский замок. Но там только... Единственное, картины. Картины такие можно... Тя-п-ляп и готово. Вот так вот. То есть, там не супер все красиво. Не Ван Гог. Не Ван Гог, да. И не Сальвадор. Вот как удивительно, да? Одно и то же время, но в Финляндии в это время никого нет, а в Варшаве все. Ну, это уже ближе к экватору, ближе к теплу. Как бы все туда и стремятся. Там как бы поблизости Германия, как бы и Чехия. Так что все туда и бегут. Кроме жилья у друзей, чем еще пользовались каучсерфингом? Расскажи подробности. Да, каучсерфинг мы пользовались в Финлянде. Вот. И это нас очень спасло. Каучсерфинг это такая, можно сказать, взаимопомощь. Когда какой-то человек, тебя, ты на сайте его выбираешь. И к нему просто, можно так сказать, приезжаешь в гости и живешь у него. Вот. Ну, то есть, конечно же, с его согласием. Вот. Ну, и как вам принимающая сторона? Очень прекрасно. Просто. У нас был прекрасный мужчина. Ну, как бы, жалко, что он был другом. Не страшно двумя девчонкам жить у какого-то мужчины? А это все как бы там на сайте, там все как-то оговаривается. Ну, это все делала за меня подруга. Как бы я ехала такая, все, ура, мы едем к какому-то мужчине. Вот. И мы приехали, и самое обидное было то, что это он был вегетарианцем. Мы как бы грустили, мы как бы любим мясо. И когда мы готовили курицу, он открывал окна, двери и дышал воздухом. Но он не запрещал вам бы это делать? Нет, он, конечно же, не запрещал. Он даже нам готовил, иногда помогал. Мы пробовали их соевое мясо. Как вы общались на английском, на русском? На английском, то есть на русском иногда. Ну, то есть там 50 на 50 понимают и нет. И в Польше тоже на английском, да? В Польше, ну, польский, почти все, 80%, наверное, польские люди. Русских там не принимают, даже и ногами, и руками мы пытались как-то друг друга понять. Но все же там английский все равно как бы он. Вот если мы, Саша, соберемся завтра в те же самые города и страны, которые вы посетили, есть какой-то совет, на чем мы можем сэкономить? Вот ты говорила про 100 долларов в кармане и как бы все. Как не поверить с голоду? В кармане. Так, ну, про Финляндию я сразу отметаю эти 100 долларов, потому что там 100 долларов, только минут 10 проживешь и все, как бы можно уезжать. Вот. А в Польше ты абсолютно все, ну, то есть ты можешь неделю прожить на 100 долларов, там очень дешево. То есть для туристов там все развито, экскурсии дешевые, и то есть все дешево. Как бы и даже еда там на улицах, это можно все вкусно. Есть даже выражение «польские рынки», значит там недорого все. Да-да-да, я с этим согласна. Вот. И как бы, ну, мы так же не растрачивались ни на какую одежду, но все равно там очень дешево по одежде и по еде, как бы. Поэтому вам... Потратились в Финляндии и сэкономили на Польшу. Ну, да, на Польшу. Вот. Ну, нам, конечно же, друзья помогали, то есть мы, возможно, и у них там кушали по утрам, по вечерам мы кушали на улице, гуляли. Вот. Отбирали еду. Отбирали, да. Вот так вот. Ну, то есть все было прекрасно. В целом, картинка, ни о чем не жалеете ошибок своих каких-то, кроме того, что опоздали на рейс. Ну, ошибок нет нам после вот этого опоздания на рейс. Нам все, наоборот, нравилось. Мы радовались жизни. Спасибо миру за то, что мы тут оказались. Ну и отлично. Коротестенькую историю из жизни, забавную, я наобещала. Давай. Такая история из жизни. Гуляя по вечерней Праге, с нами подошли познакомиться двое суперинтеллигентных мужчин в костюмах, можно даже сказать, со шляпкой. Джентльмены такие. Да, джентльмены удачи, можно так сказать. Гугивнинг-лигин. Нет, у них был отличный английский. Они разговаривали и по-чешски, и по-английски. Один из них чуть-чуть понимал русский, но совсем чуть-чуть. Они отлично, так скажу, разговаривали по-английски. И весь вечер мы с ними общались. Они там чуть ли не шляпу снимали, перед каждым порогом открывали дверь. Все было интеллигентно. И тут под конец вечера мы присяли на скамеечку, а один из них такой встает, снимает свою шляпу и начинает странно танцевать. То есть он начинает руками бить об пол, ногами прям топать. И спрашивает, do you know about Анатолий Гопник? Мы такие, что? Кто такой Анатолий Гопник? Он такой, харбас, do you know? И начинает танцевать резво. Мы смеемся, мы не понимаем, как такой джентльмен снимает, можно сказать, себе пиджак. Рвет джинсы свои и начинает танцевать, показывает нам видео на каком-то канале. А там какой-то, знаете, мужчина в костюме, ну типа Адидаса. Ну это харбас, да. И начинает орать, харбас, харбас. Мы как бы толком и не поняли, что произошло. А он думал, что он дипломатические отношения налаживает в России. Он в итоге Гопником выглядит. Нет, не то. Это школа колбасы, веселее пацаны. Яна Руджин была у нас в гостях, мы с ней галупом по Европам промчались. Спасибо. Да, было круто. Спасибо.